МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте! Я врач, и мне бы хотелось поговорить с вами о кровоподтёках. У вас когда-нибудь на теле появлялись кровоподтёки? Да! В результате чего они у вас появлялись? Возвращаемся к кровоподтёкам. Да, чаще всего они появляются при падении, да? Правильно. Скажите, а в разговорной речи вы как их называете? Да, я слышу, что большинство из вас говорят, что это синяки, да? А почему их называют синяками? Вы не задумывались? Потому что они синего цвета, да? В жизни каждого человека случаются неприятные ситуации. И чем чаще мы нарушаем определённые правила, тем чаще возникает риск травм, да? На картинках мы видим, да? Приведены случаи из жизни. Посмотрите, вот у нас первая картинка – это качели. Человек качается, потом он падает, да? И у него возникает риск получения повреждений. Когда он падает о грунт, он ударяется коленками, руками и, возможно, головой. Если он, не дай бог, поднимет голову, а в это время качели продолжают, скамейка, двигаться, да, по инерции, то качели ещё могут ударить ему по голове. Это очень опасно. Поэтому если упали, сразу подниматься в таких случаях нельзя. Посмотрите, а в некоторых случаях, когда вы используете транспортные средства, велосипед или ролики, конечно, необходимо защищать и голову шлемом, одевать на коленники, на рукавники. Почему? Да просто потому, что когда вы ездите на велосипеде, вы набираете скорость большую. И когда на большой скорости движется транспортное средство, и вы падаете, то повреждения бывают серьёзными, глубокими, да? Поэтому необходимо себя защищать. Для того, чтобы вы не повреждались, и чтобы вы себя сохранили в том виде красивом, какие вы есть сейчас, необходимо знать правила. Поэтому, когда вам покупают что-либо, велосипед, ролики, либо вы идёте играть в новые игры, пожалуйста, спрашивайте своих родителей, а какие правила поведения при данном занятии, чтобы взрослые вам рассказали, что можно делать, а что нельзя. Хорошо? Молодцы. Ну вот тут тоже мы видим все повреждения по лестнице, бегать нельзя, очень опасно, много углов у лестницы, да? Мы можем упасть и травмироваться. Значит, риск получения травмы существует, мы с этим согласились. И дети, и взрослые должны знать, что происходит в организме, когда появляются повреждения на теле. Как правило, когда появляются какие-то повреждения на теле, все пугаются. Все пугаются, потому что это страшно, это первый раз. Появляется кровь, появляются раны, и, конечно, начинают переживать, плакать. Это не только дети так делают, да? Не только дети переживают и плачут, и взрослые тоже переживают. Поэтому пугаться этого не надо, это естественный ход события. Но старайтесь, когда у вас, если вдруг уж так получилось, что у вас повреждения возникли, старайтесь сразу привлечь внимание взрослых. Не нужно замыкаться в себе, скрывать, даже если нет внешних проявлений, травмы, да, ни ран, ни ссадины, ни кровопотека, все равно надо подойти к взрослому, который за вас отвечает в этот момент, или это воспитатель детского сада. Если вы дома, то к маме, к папе, к бабушке, к дедушке, и сказать, я упал, ударился коленом, вот этим местом, повреждений нет, но немножко болит. Слышите, да? А почему нужно говорить? Сейчас я вам объясню. Посмотрите, здесь у нас имеется рисунок, да, и мы видим на голове, имеется припухлость. Иногда дети называют это шишкой, да, некоторые называют это синяком. На самом деле, что здесь происходит, и какие могут быть последствия, сейчас мы посмотрим с вами. То есть не все повреждения отображаются на коже, да, не все повреждения видны, некоторые повреждения оказываются скрытыми глубоко в тканях, и поэтому вместе с родителями нужно обязательно обратиться к врачу, для того, чтобы исключить различные патологические состояния, которые могут в дальнейшем возникнуть. Давайте посмотрим на мягкие ткани. Где-то 1,8 квадратных метра составляют мягкие ткани. То есть мы снаружи все покрыты кожей и слизистые. И, конечно, наиболее часто травмируется кожа. На коже возникают повреждения. Кто может показать, что такое мягкие ткани? Где это? Вот на руке показывают, правильно, да? Да, конечно. То есть это не то, что внутри организма, а снаружи на костях. Наружный покров, да? Это кожа, это мышцы, это все, что лежит под кожей, до кости, да? Хорошо. Да. И посмотрите, ребята, посмотрите, вот у нас поверхностный слой кожи. В коже находится большое количество сосудов. Когда воздействует травмирующий предмет, человек падает и ударяется, происходит разрыв сосудов. Посмотрите, как много кровеносных сосудов. Они разрываются. И происходит излитие крови. Это может быть опасно. Поэтому мы договорились, что если будут повреждения, обращаемся к родителям и обращаемся к врачу. Правда же? Излитие крови. Кровь изливается в ткани. И кровоподтек... То есть кровь может изливаться и наружу, да? Может и наружу. А может и внутри ткани, под кожей. Да. И излившаяся кровь, подкожную клетчатку, она просвечивает сквозь кожу. Просвечивает в виде кровоподтека. И вот тут у нас вопрос. Кровоподтек. Если в медицине говорят кровоподтек, значит кровь подтекла, да? Кровоподтек. Это правильное название того повреждения, которое в быту называется синяком. Или же шишкой. Кровоизлияния здесь могут быть сплошного характера и могут быть в виде очаговых кровоизлияний, гематом, кровяных опухолей. Такие вот очаговые кровоизлияния, которые организуются здесь. В последующем нужно принимать решение, что с ними делать дальше. Если инфильтрирующие кровоизлияния, пропитывающие кровоизлияния могут проходить бесследно, то гематомы могут оставить за собой неприятный след. Вы сказали, что если кто-то у кого-то ушиб, надо обратиться ко взрослому. Да. Ну это мама. А мама, допустим, не врач. То есть вот какие дальнейшие действия? Может только врач принять решение, что делать дальше с этим? Или ребенок сам может принять решение не идти, допустим, к врачу, не говорить ничего? Нет. Или только врач может принять решение, чтобы потом... Вот в данной ситуации, когда возникает кровоподтек, родитель должен вместе с врачом определить, что тут произошло. Есть ли серьезные повреждения внутренних органов? И при каких обстоятельствах, да? Да. И, конечно, ребенок обязательно должен родителям рассказать, что произошло, как он упал. А вот у нас есть вопрос. И обо что ударился? Можно сюда, вот у молодого человека? Сейчас он микрофон скажет. А что если, когда ты поранился, дома нету никого? Всегда рядом могут быть... Можно позвонить родителям и объяснить ситуацию. Главное не молчать. Вы должны поделиться. Либо бабушке позвонить. Кто у вас, допустим, в этот момент за вами ответственный? Вот у нас еще есть вопросы. Вот-вот-вот здесь. Закрепленные. Предыдущий мальчик же задал вопрос, а что делать, если никого нет? А если и устройство разряжено? Скажите, в таких случаях, наверное, у вас рядом есть воспитатель или классный руководитель, кто-то преподаватель, да, из школы. Вы должны найти возможность сообщить. А я продолжу вопрос. А в том случае, если ты сам гуляешь с друзьями, но у тебя краски от случилось, ни родителей дома нет, нету близких таких уже более, скажем так, даже в каком-нибудь месте, где, может быть, тебе бы это обработали. Где же ты так гуляешь? Но у тебя есть рядом друзья, которые тебя не оставят в беде. Правда же? Они тут же найдут возможность сообщить. Ну, это исключительный, наверное, случай, да. Конечно, конечно. Молодые люди в таком возрасте, они одни не гуляют. Ну, вот мы во дворе гуляем, там очень редко кто-то гуляет, вот потому что у всех школа, кто-то учится во вторую, кто-то в первую смену, неважно в каком классе, тогда что делать. Такие места никого нет вообще. И телефоны, если нет. Слушайте, ну, дети, в данной ситуации я вам хочу сказать одно. За вас до вашего совершеннолетия отвечают родители. И, конечно, вы с родителем должны откровенно поговорить на эту тему, что у вас есть риск, что вы на улице остаетесь одни, и что нужно вам делать, если вдруг рядом никого нет. Первое, что нужно сделать, это задать этот вопрос кому? Родителям. И вместе с ними? Если их вообще нет, надо об этой ситуации, о чем Роза Лимонировна рассказывает, поговорить об этом с родителями. Вот как быть в такой ситуации? Например, я вот пришел в семьи из школы, я семьи, просто для семьи учусь в школе, у нас лингвистическая школа. Ну, смотрите, я вот пришел, я открыл калитку, зашел в дом, потом, никого нет дома, бабули нет, мамы нету, брата старшего нету, все, никого нету. Вот здесь, смотрите, например, прибежала собака, вот так вот, она радуется, прыгает на тебя, у тебя вдруг, она кусает твой палец, и у тебя что делать? Например, у меня есть перекись, как ей надо воспользоваться? Розель Мунирна, ну вот, первую помощь, как оказать? Вот, никого нет рядом, что нужно сделать? Себе, себе. Да, самому себе, значит, нужно отойти от собаки, не бежать, а тихонечко просто отойти от собаки, пережать место повреждения, если идет наружное кровотечение, вы должны просто пережать его, и найти возможность дойти до взрослых, если взрослых нет, то вы должны, ну, хотя бы, например, промыть проточной водой, да, и параллельно, параллельно, конечно, надо звонить взрослым, чтобы взрослые были рядом, либо это соседи, с кем вот ваши родители дружат, ну, и, конечно, о таких проблемах, вот, когда собака может наброситься, надо откровенно разговаривать с родителями, если такие случаи были, не скрывать, родители должны принять меры, чтобы собаки были вдалеке от детей, нельзя допускать их. Вопрос такой, вот, на твою внимательность. Вот сейчас Розалия Мунировна рассказала, как самому себе оказать первую помощь, а ты можешь повторить за ней, что нужно сделать? Первое, надо взять и зажать вот эту рану, потом, и если нет взрослых, ее надо протечной водой промыть, потом, и сообщить взрослым, которые есть поблизости, с которыми дружат. А долго держать вот надо эту рану? Или можно найти что-нибудь такое, чем перевязать? Можно перевязать, да, перевязать. Конечно, очень сложно детям объяснить, раны бывают разные, бывают поверхностные, бывают глубокие. Проточной водой, вы только промываете, вообще рекомендуется, конечно, на раны проточную, какую-либо другую воду не лезть, но если это поверхностная рана, и там, например, осталась шерсть собаки, или слюна, конечно, можно механическим образом ее промыть. Ну, бывает, вот, или кошка укусила, да, маленькие такие ранки. Промыть вот так вот и прижать. И дальше принять меры вызвать взрослого человека, чтобы он помог вам решить вот эту проблему. И обязательно обратиться к врачу. А еще можно найти там подорожник. И от собаки надо не просто так медленно отходить, к ней нельзя спиной поворачиваться, и смотреть не моргая. А где найти подорожник? Расскажи нам, пожалуйста. у каких-нибудь там дорог они почти везде растут, особенно если на даче там или еще где-нибудь. Что касается подорожника, я все-таки бы воздержалась от применения тех растений, которые находятся под ногами, потому что они пыльные, грязные, и это опасно прикладывать к ране, потому что дополнительные повреждения могут вызвать, дополнительное нанесенные инородные частицы и предметы могут вызвать еще большее воспаление в ранах, поэтому не стоит этим заниматься. Но мы отходим от темы нашей беседы. Отходим от темы нашей беседы. Давайте продолжим по кровоподтекам. Я понимаю, что тема медицины очень актуальна. Они к вам подойдут еще в перерыве. Конечно, очень актуальна. Вы молодцы. Родители тоже ваши слушают, обратят внимание на те вопросы, которые вас беспокоят. Молодцы, что вы об этом говорите вслух. Об этом надо говорить также и с родителями дома, чтобы родители знали, что у вас есть страхи и есть проблемы. Когда вы гуляете во дворе, когда вы заходите во двор своего дома, и что собака может на вас броситься и покусать, пожалуйста, не молчите. Пожалуйста, разговаривайте со своими близкими. Бабушка, дедушка, папа, мамы. Будьте откровенны с ними. Продолжим? Да, обязательно. Вопросы вернемся позже. Хорошо? Итак, мы с вами решили, что повреждения в мягких тканях могут быть инфильтрирующего характера, как губка пропитывает, да, губкой пропитывается вода, так и мягкие ткани пропитываются кровью. Так и могут очаговые кровоизлияния в виде полостей, заполненных кровью, гематомы быть, да, и эти гематомы и кровоизлияния, они в виде припухлости, в виде припухлости вот здесь вот выбухают, и, естественно, вы видите такую шишку, да, на самом деле это не шишка, это кровоизлияние в мягкой ткани с отеком, который возвышается над поверхностью других участков тела. Кровоподтеки. Вы знаете, что кровоподтеки, вы назвали их синяками, да, вообще на самом деле они с синяками, синими бывают только в течение первых трех суток. Обратите внимание, в начале кровоподтек ярко-красного цвета. Почему? Потому что кровь излилась, да, мы с вами решили, сосуды повредились, кровь излилась. Кровь имеет ярко-красный цвет, и она действительно ярко-красного цвета. В последующем она приобретает фиолетовый и синий цвет. Далее присоединяется зеленый оттенок, и далее уже желто-коричневый. Это нормальное течение процесса восстановления патологических изменений в тканях, то есть это естественное течение процесса. Как правило, кровоподтеки замечают в первые трое суток, и поэтому их называют синяками от того, что они синего цвета. Здесь приведен пример. Пример того, что на коже образуется кровоподтек ярко-красного, фиолетового, либо синего цвета. И он меняется в зависимости от того, как изменяется гемоглобин. То есть гемоглобин содержит железо, и железо окисляется, восстанавливается, и он меняет свой цвет. Здесь вот уже кровоподтек приобретает зеленый цвет. Вы видите, мы же оговорим, для чего важно устанавливать сроки давности кровоподтека. потому что бывают случаи, когда следователь задает вопрос, а когда получена травма, в последующем кровоподтек превращается в желтый и коричневый цвет и исчезает навсегда. Итак, когда появляются кровоподтеки, что вы делаете? Уважаемые студенты, что вы должны делать, когда появляются кровоподтеки? Когда вы падаете, вы должны что? Обратиться к своим родителям, для того, чтобы посетить врача. Врач не только диагностирует, то есть не только осматривает вас, но он еще лечит, если необходимо, ставит вам диагноз. А врач это делает для того, чтобы вашей жизни ничего не угрожало и чтобы вы были живы и здоровы. Обратите внимание, здесь на картинке у нас есть такой строгий следователь. Строгий, строгий следователь. Как вы думаете, что он делает здесь? Что он делает? Да, он расследует травмы, убийства, он расследует, каким образом получили повреждения эти несчастные, попали ли они в ДТП, то есть мальчик, например, ехал на велосипеде и ударился о стоящий автомобиль. Этим будет кто заниматься? Кто будет расследовать этот случай? Нет, этот случай будет расследовать инспектор ДПС, сотрудник ГАИ. Согласитесь? Да? И поэтому во всех случаях таких, когда необходимо провести расследование, будет участвовать следователь либо дознаватель. И вы всегда должны помнить, что за вас отвечают ваши родители. Не подводить своих родителей, нужно быть очень внимательным. в некоторых случаях разборы доходят до суда, и суд решает, кто виноват. Ну, а прокурор, конечно, надзирает. Он надзирает, чтобы все происходило законно, чтобы правопорядок не нарушен был. Да? Это все происходит под контролем. Когда люди получают телесные повреждения, назначается судебно-медицинская экспертиза. Что такое судебно-медицинская экспертиза? Экспертиза – это обследование человека для того, чтобы решить вопросы, которые ставит суд. У суда много бывает вопросов. Например, когда получено повреждение, при каких обстоятельствах. Человек может упасть сам, его могут ударить. Если человека ударили, значит, есть другая сторона, которая в ответе за то, что причинил повреждение. И поэтому судебно-медицинская эксперт отвечает на все вопросы следователей суда для того, чтобы защитить несчастного пострадавшего, чтобы впредь такое не повторялось. Залимунировали ссадины, крылоподтеки, гематомы, о чем вы говорите. Вот это просто так может пройти бесследно? Нет. Вы вот что посоветуете? Что нужно делать в таком случае? Уважаемые студенты, Нужно нашему студенту прежде всего обратиться, если такой случай произошел. Уважаемые студенты, если вдруг произошла драка и побили друг друга, что нужно делать? Конечно, нужно тут же сообщить воспитателю, тут же сообщить родителям. А они должны сами принять решение. Родители и воспитатели помогут вам, во-первых, окажут вам первую медицинскую помощь вместе с врачом, а во-вторых, помогут принять решение, что делать дальше. Каждый случай индивидуален, и нужно обратить внимание, что за любые действия человек будет отвечать. Если человек несовершеннолетний, за него будут отвечать его родители. Розеля потерять сознание или вообще умереть. Может такое случиться? Может такое случиться. Поэтому нужно обязательно обращаться. И не всегда человек теряет сознание сразу. Он может потерять сознание по истечении некоторого времени. Потому что кровоизлияние, которое в мягких тканях, либо под оболочками мозга возникает, оно начинает нарастаться и увеличиваться, издавливать жизненно важные органы. Например, посмотрите, обратите внимание на эту картинку. под кожей у нас ведь не только мягкие ткани. Посмотрите, у нас около 200 костей в организме, чуть более 200 костей. И любая косточка может быть повреждена. Кроме того, посмотрите, вы изучали анатомию, посмотрите, пожалуйста, очень много кровеносных сосудов, которые могут быть повреждены. Тут вы видите сердце, легкое, кишечник. Эти все внутренние органы тоже могут быть повреждены. И существует опасность кровотечений внутренних, поэтому важно очень говорить родителям, быть с ними откровенными и рассказывать обо всем. Хорошо? Договариваемся так? Итак, давайте давайте мы с вами еще раз вспомним, о чем мы с вами разговаривали. Разалимонировано. Ну вот мы как бы завершаем эту лекцию, на экране мы увидели небольшой текст, и под завершение у нас есть кое-что нашим студентам сказать вам. Давайте, вопрос. вопрос. Один мальчик говорил про собак, и у меня возник вопрос, обязательно ли ехать в медицинский центр и узнавать, идти на обследование и узнавать, не бешеная ли была эта собака? Если на вас напало животное, в частности вы говорите о собаке, обязательно нужно ехать в медицинский центр, потому что животные могут быть больные, и необходимо в некоторых случаях делать прививки. Давайте мы поблагодарим Розалию Мунировну за лекцию. Редактор субтитров